Всем доброе утро! У меня сегодня возникло желание поснимать хозяйственный бытовой влог и сейчас мы едем в соседнюю деревню для того, чтобы купить леску для газонокосилки Идея в том, что доехать мы не можем потому что здесь соревнования по триатлону и до 4 часов дорога перекрыта Ездят велосипедисты Да много их А вот смотри, какой ты не спортсмен совсем Это он случайно затесался Динамо бежит! Итак, планы на день Поменялись Планы на день? Нет, не поменялись Все хорошо пока Косим траву Так, ты косишь траву, да? И брызгаешь этой штукой, чтобы она не росла больше Никогда Я убираюсь на кухню, потому что хотела сегодня поснимать размусоривание под лестницей Готовлю обед А, мне еще надо сегодня смонтировать второй день Турции Потом мы хотели посмотреть какой-нибудь фильм с Челентано Потому что Сережа не смотрел ни одного Свет надо погасить Командир Командир Масштаб работ следующий Диван Кухня Здесь все помыть Убрать Стол Понятно, вот эти вот штуки Надо тоже наверх поднять В общем, привести их в порядок В общем, как вы слышите, мы все-таки добыли леску у соседа Сережа сейчас покосит траву А я буду убираться дома ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На столешнице навели порядок. Так, шторочка, шторочка. Оп, всё отлично. Супер! Теперь предлагаю заняться обедом. На обед будет у Серёжи курица. Ножки, ножки. Он сказал, что хочет в электрогриле. Я себе достану семгу и, наверное, сделаю её либо на пару, либо в духовке. Сейчас подумаю. И на гарнит будет салат. Ничего неохота есть. Нам вообще очень-очень жарко на улице. Дичайшая жара. Хочется, на самом деле, только пить воду, но есть всё равно надо, поэтому обед обязательно будет. Секрет самой вкусной в мире курицы – это мясо, чеснок и соевый соус. Чеснок можно потереть на тёрке. У меня нет чесночницы. На тёрке получается ничуть не хуже. И добавляем соевый соус. Всё это должно постоять немножко. И потом пожарим. А рыбу для приготовления на пару я просто солю. И всё. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Друзья, как вы слышите, работа во дворе кипит. Здесь я уже всё закончила. Мне нравится, как получилось. Теперь осталось приготовить обед. Но это мы сделаем чуть позже, когда Серёжа освободится. А вообще у меня есть одна идея. Не знаю, насколько она жизнеспособна. Но хочу с вами просто поделиться. Вот здесь, в этом углу, где стоит ширма и киношная стена, здесь очень много такого пустого пространства. И, в общем-то, это здорово, потому что я люблю, когда много свободного места. Но мне наверху в спальне очень-очень мешается письменный стол мой. И, в общем, меня промелькнула мысль, что если вот в этом углу гостиной сделать зону, такую рабочую зону компьютера. Не хотелось бы, конечно, чтобы при входе в дом сразу видно было всё, что там у меня на компьютере. Там бумаги, всякие записи, там куча всего. И, в общем-то, никогда это не выглядит чисто опрятно, потому что там такой творческий-творческий беспорядок. Но вообще, по идее, можно как-то ширмой хотя бы немного загородить. В общем, у меня идея либо сюда перенести письменный стол и вообще своё рабочее место, либо наверх, где, ну вот, где окно на лестнице. Там такая небольшая площадочка, если мне кажется, там совсем прям будет неудобно, потому что там и так не супер много места. Либо всё-таки как-то реорганизовать рабочий уголок в спальне, чтобы сделать его более компактным. В общем, пока я сейчас думаю над этой темой, и она меня очень беспокоит, потому что прям вот вообще неудобно в спальне работать. Да и, как мне кажется, ни к чему. Пока что я перенесла своё рабочее место к Веронике в комнату, пока её там нет. Но она уже через месяц вернётся, поэтому надо что-то думать. Друзья, Серёжа покосил траву здесь и за домом. Пойдёмте посмотрим, проверим. Вот, теперь всё чисто, гладко и красиво. А, ну тут вот ещё осталось. А что, мы лебедей будем делать? Это клумба. Лебедей, говорю, будем делать. Да, я не знаю, тут так было. Слушай, это твой арт, я не хочу его нарушать. Я художника так много. Лайфхак. Слушайте музыку, когда косите траву. Слушай, ну это отвлекает. Нет этого... Я согласна. Я тоже так делаю, когда посуду мою. Я смонтировала второй день Турции, я собой горжусь, там очень много материала было. В общем, здесь, где щебенка, мы траву не косим, потому что, чтобы брызгать вот этой штукой, которая выжигает траву, ее нужно сначала отпустить. Ну, то есть травка должна быть такая высокая. То есть брызгается все это дело непосредственно на листья. Чтобы приготовить семгу в мультиварке, мы наливаем сюда воду. Кладем сверху вот этот контейнер, подставочку. Кладем рыбочку. Закрываем все это дело. И выбираем программу готовки на пару. Так, менюшка. Надо сначала в розетку воткнуть, конечно же. Все готово. Так, теперь выбираем режим на пару. И здесь у нас по умолчанию 20 минут. Ну, можно еще 5 минуточек добавить. И нажимаем старт. Все. Теперь вода закипит. После этого рыба будет готовиться 25 минут. Как вы видели, я просто ее посолила и больше ничего не делала. Сегодня у нас простые и быстрые рецепты. Поэтому для салата мы берем помидоры, огурцы и вот такую горчицу в зернышках. Еще нам понадобится соль, перец по вкусу, чеснок и я беру такое оливковое масло. С чесноком вы уже знаете, что делать. И теперь измельчаем помидоры и огурцы. Теперь мы добавляем горчицу, оливковое масло. И солить будем уже перед подачей. У меня вот такая смесь. Была здесь смесь перцев, но здесь как раз хватит нам. И соль гималайская розовая. В этот салат еще круто, кстати, добавлять айсберг. Но у меня его сейчас нет. Но если у вас есть, обязательно добавьте, будет очень вкусно. Рыба приготовилась. Сейчас мы отключим мультиварку. И поставим пожариться курицу. Итак, обожаю свой электрогриль. По-моему, потрясающее изобретение. Прям пятерка тому, кто придумал. Так, он разогрелся уже. И кладем курочку. Здорово в электрогриле. Это то, что все это жарится с двух сторон. То есть мы кладем на ребристую поверхность и такой же поверхностью закрываем. Все, я посолила салатик и решила добавить еще лимон. Лимона у меня не оказалось, но оказался лайм. Тоже подойдет. Все, курочка наша готова. Выглядит очень аппетитно. Все, у меня все готово. Будем сейчас обедать. Взяла вилочки. Всем приятного аппетита. Итак, друзья, на этом наш хозяйственно-бытовой влог подошел к концу. Траву мы, наверное, побрызгаем уже завтра. А сейчас мы идем в гости к соседям. Благодарю всех за внимание. Увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok